Кажется, что родственники всегда будут стоять друг за другом горой и останутся рядом в любой непонятной ситуации. Однако в реальности близкие друг другу люди часто ругаются, да так, что потом не общаются годами. Причин для раскола внутри семьи может быть много, но чаще камнем преткновения становятся вопросы наследства и жизненных позиций. Семья Шукшиных Дети Василия Шукшина и Лидии Федосеевой Шукшиной начали спорить из-за квартиры, оставленной писателем и режиссером в наследство. Ольга и Мария в пух и прах рассорились из-за жилплощади, когда одна из сестер захотела помириться, вторая просто заблокировала родственницу в сетях. А недавно они снова подали друг на друга в суд, на этот раз из-за прав на произведение отца. Дмитрий Шепелев и семья Фриски Дмитрий Шепелев не нашел общий язык с отцом Жанны Фриски. Они не могли поделить ни внука, ни деньги и имущество, оставшиеся от покойной певицы. По словам телеведущего, Владимир Фриски мог прийти на свидание с маленьким Платоном с оружием в руках. Также Шепелев жалуется на постоянные угрозы в свой адрес. Сторона Фриски же недовольна тем, что Дмитрий ограничивает их общение с наследником. Семейство Калкин Маколий Калкин разорвал связи с родителями, как только стал совершеннолетним. По словам звезды, один дома, отец и мать не видели в нем ребенка. Для них он был инструментом для зарабатывания денег. На нем они сколотили целое состояние. В итоге Маколий, уставший от эксплуатации, подал иск в суд и лишил Кристофера и Патрицию родительских прав. Братья Самойловы Создатели рок-группы Агата Кристи, Вадим и Глеб — не просто коллеги, а родные братья. Сначала творческий бизнес у них складывался удачно, но со временем музыканты стали совершенно разными людьми. Группа распалась, а братья Самойловы до сих пор избегают друг друга. Братья Бурдаевы Еще один знаменитый братский дуэт развалился из-за личных разногласий между участниками. Коллектив «Братья Гримм» распался в начале десятых. Борис и Константин постоянно соперничали друг с другом. Братья разорвали отношения, но творчество не бросили. У каждого появились новые «Братья Гримм» — Любовь Успенская и ее дочь Татьяна. Любовь Успенская долго не могла помириться с единственной дочерью Таней. По словам певицы, она все вложила в наследницу, а та встала на скользкую дорожку. Заработала себе зависимости и проблемы с законом. Мать и дочь долго перебрасывались обвинениями, но в итоге воссоединились. Сейчас у них полная идиллия. Брат и сестра Бекхим Британский футболист разорвал общение с сестрой Лин. Повод был очевиден, Дэвиду не понравился ее новый ухажер-уголовник. Он уверен, что родственница губит свою жизнь, однако продолжает помогать ей материально. Да, дом за 250 тысяч. Фунтов он ей приобрел, а поговорить никак не может. Светлана Светличная и наследники У Светланы Светличной от Владимира Ивашова родились двое сыновей — Алексей и Олег. Младший наследник ушел из жизни из-за алкоголизма. Со старшим актрисой поссорилась из-за избранницы сына. Он выбрал простую девушку из провинции, такой вариант Светличную не устраивал. Да и с внучкой Марией у актрисы натянутые отношения, причиной ссоры стал вопрос о наследстве. Екатерина Варнава и ее брат Алексей. У родителей Екатерины было трое детей, она и два сына. Старшего брата не стало несколько лет назад, а со средним — Алексеем. Актриса не общается из-за разных взглядов на жизнь. Они не поругались и не обижаются друг на друга, а просто не контактируют.